Мы живем среди технических чудес. Электричеством залиты улицы городов. Мы окружили себя машинами. Даже создали мыслящие машины. Но не во вряд ли себе. Не сыграет ли она с человеком партию, которую ему нельзя, никак нельзя проиграть. Массовая буржуазная культура родила миф об опасности технического прогресса для человека. Якобы роботы совсем освободят его от необходимости напрягать мышцы. И когда-нибудь он выродится в этого немощного уродца. Так ли это? Рассказывает писатель Александр Казанцев. Думаю, что это не так. Не так вот. Природа в своей эволюции дала человеку очень совершенный организм, ресурсы которого огромны. Так, например, мозг свой он использует только на 4%. Но не только мозг. Весь организм человека таит в себе неизведанные возможности. Кто бы мог поверить, что новорожденный человечек подобен амфибии? Что до 3 месяцев у младенца, в его так называемой памяти предков, еще хранятся способности жить в водной среде. Их можно закрепить. После многолетних исследований Всесоюзного наушно-иссервисского института спорта, впервые приобщившего малышей к воде, за это взялись и столичные поликлиники. И дети развиваются лучше, становятся более здоровыми, чем их сухопутные сверсты. А сколько тайн нашего организма еще предстоит науке открыть. Известно, что основа жизни — движение. К нему и приспособила эволюция наше тело. Поэтому именно спортные не открывают огромное поле деятельности ученым. Как важно во всех тонкостях до конца изучить механизмы движения, выяснить ресурсы мышечных групп человека. Используя электрические импульсы, можно научиться управлять мускулами, заставляя их в нужный миг напрягаться до предела. И прежде недоступное становится возможным. Неудержимо растут спортивные рекорды, поражая нас силами, скрытыми в человеке. На что мы способны? Что в нас еще кроется? Разгадка этих тайн — обширная область науки, оснащенной самыми передовыми методами исследования. Работа ведется и в подвижных, и в стационарных лабораториях, как бы выросших в спортзалах, куда со своим оборудованием пришли искатели в белых халатах. По циферблатам и лентам самописцев они изучают развиваемую спортсменом скорость, силу его удара, результаты перенесенной им нагрузки. Для раскрытия возможностей человеческого организма ученым не обойтись без помощи спортсменов, самотверженно принявших на себя все тяготы испытаний. Используя самые совершенные технические средства, оперируя тысячами показателей, исследователи ищут закономерности, которые поднимут завесу над скрытыми в нашем организме тайнами, помогут узнать, на что мы способны. Гармонично развитый человек, в совершенстве овладев своим телом, создает высшие эталоны красоты, силы, мужества, отваги. Перед ним встают новые увлекательные задачи. И тренируясь неустанно, он готовится к великим свершениям. Уже сделан величайший в истории человечества прыжок. Прыжок в космос, где еще полнее раскрывается человек, познающий вселенную и самого себя. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ